Страна у нас действительно большая, немало и народу в ней живет. Кто-то не видел Ягеля, а кто-то Молочая. Мы постараемся все показать, опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть, а заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать, и может песню спеть. Добрый вечер, уважаемый любитель рок-музыки. Не прошло и полгода после нашего арабского путешествия, как мы снова отправляемся в поход. Труба, как говорится, зовет, тут ничего не поделаешь. Против трубы, то есть против зова призвания, не попрешь, как не старайся. Против лома нет приема, если нет другого лома. Что ни делай, как ни богатей, а все равно будешь несчастным человеком, не нашедшим себя в этой жизни. Поэтому мы строго подчиняемся зову своего призвания и опять на выходные отправляемся в Питер. Вы спросите, а что же у вас за призвание такое, что вы ни хрена не делаете, только путешествуетесь, обжираетесь в ресторанах, да песни поете. Так в этом и есть наше великое призвание. Людей просвещать, мир им показывать, про еду вкусную рассказывать и песни разные петь. Правда, перед этим Волощук СД попахал немного на флоте, на заводе, на стройках народного хозяйства, ну совсем немного, 40 лет трудового стажа. А так, мы ж рок-н-ролльщики, мы ж дети цветов, мы ж людям несем свет и радость, особенно хейтерам, в их беспросветную жизнь. И позвольте мне вам возразить, уважаемый любитель рок-музыки, вы не все наши таланты перечислили. Мы еще хейтерам и завистникам отвечаем возвышенными стихами. И я должен сказать, им очень нравится. Так и пишут мне все время. Дайте ему кто-нибудь таблеток, он сошел с ума. Очень добрые и заботливые ребята. Как им возвышенными стихами не отвечать? Ну вот вы сами подумайте. Но, помимо зова призвания, на поездке в Питер настояли молодые участники рок-группы ВОЧХСД, которые по молодости лет еще не видели питерские белые ночи и ночное разведение мостов. Нет, конечно, они видели в Ютубе разведенный литейный мост с 65-метровым эрегированным пенисом, нарисованным арт-группой «Война», который встал посреди ночи прямо перед зданием ФСБ в далеком 2010 году. Но тоже в Ютубе. А им захотелось увидеть разведение мостов вживую. Прямо в белые ночи. Поэтому я, как вдумчивый и ответственный руководитель рок-группы, всегда иду навстречу по желаниям и чаяниям трудового коллектива. Поэтому мы и едем в Питер, пока там еще светло по ночам. Но раз мы уж едем в Питер по такому неотложному поводу, то я подумал, а что бы нам еще попутно такое посмотреть в Питере, чего мы еще не видели. А мы же ни разу не бывали в музее Битлз Коля Васина. Поэтому в этот раз мы туда обязательно сходим. Отдадим дань памяти этому великому чудаку и этой великой группе, которую он прославлял. И помятуя то, что Коля Васин абсолютно бескорыстно раздавал записи Битлов всем, кто бы у него их не попросил, мы сошли нужным также что-нибудь бескорыстно передать в этот, уверен, замечательный музей. И мы решили передать в музей подарочный вариант сингла рок-группы Волощука СД с названием «Мы хотели петь как Битлы». А также наш репортаж с лекцией сотрудников музея Битлз Коля Васина о влиянии Коля Васина на русскую рок-музыку. Вот таких вот хотим передать две пластиночки туда в дар. И я их подписал. Видите, вот тут вот музей Битлз Коля Васина от группы Волощука СД. Раз. И здесь. Они же прочитали лекцию, на которой мы побывали, а тут мы написали «Спасибо за лекцию, с уважением, Волощук СД». Вот таких вот два подарка везем в музей Коля Васина. Мы посчитали, что эти подарки будут уместны и созвучной экспозиции музея. Все-таки они все связаны с Битлами. Второе, что мы хотели бы посетить, так это музей артиллерии. Почему именно этот музей? Так потому, что Волощук СД по своей военно-учетной специальности артиллерист, только морской. На кораблях они называются по-другому комендоры. Так вот, Волощук СД комендор и служил на Техокеанском флоте, на эсминце, в башне главного калибра. И горизонтальным наводчиком, и заряжающим. Менялся там периодически с друзьями. Вот так вот до сих пор и заряжаю рок-н-роллы. И надеюсь, что еще и заряжаю добрых людей хорошим настроением. Ну и раз мы уже едем проводить в Питере свои выходные, то я решил посмотреть, а какие там рок-концерты проходят в эти дни. Может быть, меня что-нибудь заинтересует, тогда мы еще и на концерт сможем сходить. И, порывшись в интернете, посмотрев рок-афиши, я увидел, что в эти выходные дни, 19 и 20 июня, в Питере проходят следующие рок-мероприятия. 19 июня на панорамной крыше Roof Place пройдет заключительный день фестиваля для ценителей панк-рока Forever Punk, на котором выступят Тараканы, Дистемпер, Пурген, Порт 812, Хамло, Шары, Свобода важнее моды, Супер Козлы и другие панки. Как пишут организаторы фестиваля компания Polygon Fest, гостей там будешь ждать мощный и актуальный панк-рок на открытом воздухе с невероятным видом на Финский залив от лучших представителей отечественного панка-рока. Но мы туда не пойдем. Я не любитель такой простой музыки. Ну, почему-то не люблю матерные придет все приколы. Это не по мне. В этот же день, 19 июня, в Питере, в баре Дюны на Лиговке будет проходить другой фестиваль. Называется «Лучше, чем в жизни». Это, я так понял, совершенно новый фестиваль, но не модного ныне хэви-метал и панк-рока, а некоего утяжеленного электронно-гитарного рока. Фестиваль, как я понимаю, микроскопического размера, так как сам бар Дюны даже с открытым пространством много желающих вместить не сможет. Там следующий состав групп «Стейк», «Лендзвук», «Киров», «Хэшти», «Роллеркостер», еще какие-то группы. И заинтересовавшая меня группа «Электрик Индианс». Они играют ту музыку, которая мне нравится. Они продолжают игру прогрессив, арт-рок, такую смесь. Но я хотел бы посмотреть, как они работают вживую. Они там будут выступать последними, как хедлайнеры, скорее всего, наверное, я так понимаю, раз последние. Поэтому они выйдут на сцену где-то часов в 10 вечера, фестиваль начинается в 16.00. Что я еще нашел в рекламных объявлениях? Меня заинтересовал гик тяжелой музыки в клубе «Ласточка», тоже на Лиговке, там где-то рядом. Там будут выступать три группы, Московская Материя, Минская Кни и Питерский Инвертор. Питерский Инвертор, я познакомился с ними тоже где-то недавно. Они меня заинтересовали, на самом деле очень интересная группа, которая нестандартно подходит, но не похоже, неправильно, как-то грамотно делают. Матерятся, правда, но музыка очень интересная, очень нестандартная, очень оригинальная, очень техничная. Очень хотелось бы их посмотреть. Но это в один день не проходят эти два фестиваля. Тот, ну тот в 16 начинается, Электрокинденс выйдет на сцену часов в 10 вечера, а здесь фестиваль начинается в 19.00 гик, а первыми заявлены как раз Инвертор. Я хочу успеть и туда, и туда посмотреть. Здесь Инвертор, потом быстро переехать на тот фестиваль и увидеть там Электрокиндианс. Надеюсь, что у меня получится. Еще уже 20 июня должны были пройти концерты, мумий тролля, все в кабельпорте и группы Браво там же на крыше Руф Плейс. Но эти концерты отменили в связи с коронавирусом. Но я бы на них и не пошел, потому что я уже на эти группы ходил, видел новые, там вряд ли что увижу. А вот на вот эти хотелось бы сходить. Вот такая вот у нас программа действий запланирована на эти выходные. Едем в Питер на красной стреле, на наши любимые. Уважаемые любители рок-музыки, сделав такие многообещающие анонсы, я вынужден перед вами извиниться и сообщить следующее. В связи с очень большим объемом накопившихся предыдущих видео, которые нам необходимо было вам показать, рок-путешествие в Питер на белые ночи мы выпускаем с опозданием. Все заявленное мы вам обязательно покажем и музей Коли Васина, и музей артиллерии, но некоторые выпуски, связанные с перечисленными мною рок-фестивалями, мы уже показали по горячим следам. 5 июля мы сделали репортаж с фестиваля в Дюнах, 6 июля показывали репортаж с Heavy Metal Giga в клубе Ласточка, 7 июля мы рассказали о Metal Core группе Инвертор, а 8 июля о прогрессе в рок-группе Electric Indians. Всем, кому это интересно, могут посмотреть эти репортажи на наших каналах в Ютубе или в Инстаграм. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки, мы добрались. Утречка в виде солнечной в Питере. Все хорошо. Поезд, как всегда, отличный. Проводник вежливый. Кофейком меня угостил с утреца заварным, настоящим. и теперь я полный сил. Ну, здравствуй, Питер! Как долго мы здесь не были, аж целых два месяца. Мой любимый город после Востоя. Мой любимый Питер. Ну, спасибо вам. Окормили, напоились, подложили на мягкую посередь, укрепляем. Это самый лучший поезд. Уважаемые любители на развлечении, девчонки, вы поехали, вы тут держите, с обороны держите. Давайте. Ну, вот, уважаемые любители рок-музыки, а, наш лучший друг и лучший водитель Николай встречает нас на боевом посту. Самый лучший водитель, я вам сразу говорил. Помните вы или нет, что, когда приезжаете в Питер, надо к нему, Питер, он знает великолепно, вежливый, аккуратный, точный, никогда не подводит. Коля, как тут обстановка? Идет футбол, напряженная. Напряженная? Да. Напряженная обстановка, мы вовремя приехали, будем разряжать обстановку. Но мы приедем всюду, у нас есть пропуск, даже к стадиону. У нас есть пропуск к стадиону, а вы говорили, что плохой водитель, он все позаботился обо всем, мы на любой стадион приедем. Погнали! Но! Мы сейчас едем, знаете куда? В отель Вавельберг, пойдем проверять, даже новый отель пятизвездный. Надо проверить, как там обстановка. Он только открылся, 15 апреля открыть я была. Только открылся, только открылся. Будем там обновлять, обновлять. Погнали! Ну что, погодка мне нравится, уважаемые любители рок-музыки. Но погодка нравится мне, я люблю такую погоду. Но я люблю, конечно, и дождь, я обожаю дождь. И снег, и ветер я обожаю. И слякоть. Я любую погоду люблю, потому что, вы знаете, что плохой погоды нет, бывает плохая одежда. А у меня одежда великолепная, видите что? Настоящая рокерская. Погнали! Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова История Иванова Без цензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук